10 процентов территории нашей страны покрывает сотовой связи как бы с остальной территории здесь как раз на помощь приходит спутниковая связь давайте узнаем что сегодня происходит в этой отрасли у меня в гостях человек который непосредственно ей занимается давайте знакомиться мой собеседник менеджер по маркетингу компании стекком иван ершов иван здравствуйте здравствуйте иван начали несколько слов о стекком что это за компания какие цели задачи решают компания стекком основана 2003 году основная сфера деятельности это оказание услуг спутниковой связи изначально компания создавалась как оператор фиксированной спутниковой связи так называемой технологии вес от в дальнейшем развивались и фиксированным веса туда были подвижный вес от мобильную спутниковую связь это системы ридиум и марсад активно развиваем услуги трекинга и мониторинга различных устройств это так называемым то им технологии также у нас второе направление это интеграция то есть мы занимаемся интеграции сфере телекоммуникаций и интеграции в области космических технологий создаем космическую технику то есть я правильно понимаю вы теперь создаете еще устройство оборудования ну да мы создаем устройство есть уже примеры это новое для вас направление чем похвастаетесь ну мы создали мобильный измерительный пункт морского базирования для косов который создавался в рамках космодрома восточный соответственно эти мобильные антенны которые имеют диаметр 4 6 метров то есть они в походном состоянии это 20 стандартный 20-футовый контейнер но по прибытии на место работы он разворачивается получается антенна диаметром почти 5 метров и которая может сопровождать быстрые цели в частности когда был в апреле этого года запуск космодрома восточные два наших мобильных измерительного пункта были развернуты и отслеживали телеметрию принимали с одной ступени ракеты-носителя а ну вот а кто потребитель этой технологии для кого в данном случае это роскосмос соответственно роскосмос также это может быть востребовано другими операторами пусков то есть это может быть использована допустим силонч это может быть использовано опять же если нужно что-то при запуске с байконур и принципе ну количество потребителей ограничено но но впечатляет но спасибо вам самим понравилось участвовать вы будете развивать какой-то мы надеемся в следующий шаг уже известен но мы сейчас создаем идем дальше создаем антенны с большим диаметром то есть это у нас есть уже проекта семь с половиной метров надеемся в россии поясните почему это важно больше диаметра антенны что это дает для разных задач как бы разный диаметр то есть допустим если у абонента стоит тарелка сейчас уже там 90 сантиметров то для того чтобы обеспечить связь на этих 90 сантиметров разворачивают хаб у которого антенна там от 5 до 11 метров но то есть соответственно это самая обычная потребительская задача также есть задачи там для большого космоса допустим чтобы обеспечить связь например на луне соответственно нужно антенна который будет достаточно мощно чтобы добивать голову и обеспечивать нужные характеристики канала связи потрясающая вещь расскажите спасибо давайте поговорим про спутниковую связь вот если посмотреть на телеком оператора вот в его структуре услуг спутниковая связь как вам кажется на ваш взгляд как какую долю занимает вы имеете ввиду на рынке если я конкретно допустим вот ну да усредненно нас ждем да знаете но как раз в районе одного процента то есть это как в россии так и в мире мы в этом не ничем не отличаемся спутниковая связь это ниша небольшая ниша и чем дальше как бы соответственно это доля будет еще меньше вот сам рынок будет расти потому что люди будут осваивать новые территории они будут приходить но рынок сотовой связи рынок мтм устройств будет расти быстрее то есть если сейчас у каждого человека на одного человека приходится полторы телефонные трубки так но то завтра за счет прибавления мтм устройств это умные замки умные счетчики умные разумные там это то что касается человеческой сферы также будет автоматизация приходить на производство и соответственно там тоже будут какие-то свои устройства либо это радиус если бы опять же на решение на основе сотовой связи поэтому рынок наземных телекоммуникации будет расти быстрее то есть я правильно ловил мысль а иван если говорить о технологическом прогрессе в области спутниковой связи то одно из таких приоритетных направлений мтм до мтм соответственно что такое мтм ну как минимум снимаются координаты то есть это но обычная услуга мтм это трекинг объекта какого-то подвижного но дальше когда мы начинаем снимать другие параметры там допустим там если эта машина то это уровень топлива это характеристики состояния до характеристики состояния там добавляются данные но соответственно чтобы найти человека в тайге сотовая связь не поможет нужно спутниковая связь соответственно поскольку там где живет человек уже становится постепенно тесно и мы будем отвоевывать у природы и территории поэтому и спутниковая связь тоже будет развиваться вы уже спасаете людей в тайге находите да у нас были такие случаи когда один из наших клиентов по работе они поехали на разведку на мероприятие по геофизических исследований проводить но ты попали в кругу не смогли сами выбраться и поскольку их вездеходы были оборудованы нашими спутниковыми моряками не связались по радио с базой те помогли по с помощью платформы трекинга найти где они находятся вывести их домой потрясающе вывод упомянули о том что будет меняться территория и люди будут вторгаться в новые земли там где раньше не жили то есть я правильно понимаю что кроме этого вот да с этим вопрос мы связан а если говорить о географической экспансии операторов вот почему выходят или не уходят за рубеж вообще как вот происходит с нашими за рубежным операторский бизнес это все таки достаточно ограниченное то есть для того чтобы быть оператором стране нужно получить лицензию нужно выполнить условия лицензирования ну ты соответственно допустим даже если сравнить с ближайшим снг для того чтобы быть оператором спутниковые связи в казахстане например нужно построить хаб в казахстане но а это дополнительные расходы это уже не интересно то есть нужно создавать еще одну компанию в той стране в которой ты будешь работать поэтому с точки зрения международной экспансии но это только сделки по m&a то есть слияние и поглощение если говорить о географической экспансии внутри нашей страны то наиболее интересная сейчас точка это это северный морской путь который развивается вот и соответственно шельф в акваторе северного морского пути где развивает ну добыча и ископаемых в арктике вот это самое интересное место сейчас и много желающих на предоставить там для северного морского пути свои услуги ну насчет много желающих не знаю но мы там работаем отлично у нас мы были пионерами такой такого направления как морской висад это висад в движении вот соответственно у нас мы оборудуем нашу ставим оборудование на корабли которые в том числе ходят по массируем по северному морскому пути в частности ледокол 50 лет победы оборудование нашей системы такая уникальная двухантенна вот и мы обеспечиваем услугу связи на этом судне а интернет есть нас да интернет есть не прямо доступен членом экипажа ну вот это я не знаю то есть это в условия контракт не входило но в принципе я думаю что доступен потому что недавно было совещание по арктике часть которого проходим проходила как раз на борту этого ледокола и мы обеспечили трансляцию оттуда на видео репортажах я не знаю какую полезную информацию они передавали ну в принципе связь доступна и насколько я понимаю у нас сегодня есть два крупных оператора это гпкс и газком если говорить о вот рынке представления спутникового ресурса в россии есть еще несколько зарубежных операторов вот ваши ожидания появляются здесь новые игроки возможно какие-то в традиционном понимании конечно наверно нет то есть может быть появятся какие-то новые игроки нишевые с нестандартной орбиты на слуху проект one web который там планирует развернуть громадную спутниковую группировку в припарат на низкой орбите но там в приполярных областях и обеспечивать связь обещание фантастические посмотрим как будет реализовано а вон веб я правильно понимает та самая парадигма когда давайте запустим большое количество легких и маленьких спутников мало говорим совершенно верно не планирует запустить 600 с чем-то там 700 звуков микро спутников но пока у меня информации не так много то что доступно в публичных источниках то есть ваша оценка как эксперта вот это вот ну концепция малогабаритных спутников она уже живуч она действительно актуальна перспективно это интересно это интересно нужно попробовать но потому что но с одной стороны большие операторы идут в сторону производства тяжелых спутников увеличиваем массу увеличивая энергетику то есть мы выпускают много лучевые спутники речи с технологии так называемые но для связи микроспутники пока не используется поэтому попробовать интересно вот как получится не получится это все зависит от таланта инженеров и соответственно получат ли они правильное финансирование удастся им воплотить свои задумки да спасибо очень интересный комментарий иван можно вас попросить как-то оценить вот такой популярный вопрос как спутниковый ресурс достаточно его сейчас недостаточно ну знаете спутниковый ресурс в принципе доступен то есть по сравнению с ситуацией которая была там пять лет назад просто очень очень хорошо все обстоит но тем не менее все равно в каких-то локальных точках каких-то локальных лучах есть небольшой дефицит но который можно покрыть из других источников но так что вот вот совсем хорошо ну так не получается то есть как общая оценка его достаточно общая оценка его достаточно на мой взгляд его достаточно задачи ну смотрите может пример до пример такой есть у вас но эта ситуация для характерно для дальнего востока гостин спутник 140 140 градусов восточной долготы вот у него раньше был был один луч широкий который закрывал в том числе из новосибирска в новосибирске можно было поставить хаб и работать через этот спутник но тогда это было м3 сейчас его заменили на спутник нового поколения но вот на нем стало больше лучей большие емкости но тот луч который светил на новом сибирску он не изменился а емкость там было еще раз куплено с времена м3 поэтому в том же лучше увеличится не получается там все занят выход какой строить новый хаб восточный где-то хабаровский владивостоке ну это лишние затраты вот кстати затрата хотел спросить к какова стоимость спутниковый ресурс как она меняется знаете стоимость спутникового ресурса не меняется последние пару лет то есть причем она это хорошо плохо но это хорошо потому что раньше он дрожил когда он был дефицит и он дрожил вот сейчас гбкс сохраняет стоимость на спутниковый ресурс но только на то спутниковый ресурс который который был арендован ранее то есть на продление на не изменится чтобы новый как бы там цена другая поэтому стоимость спутникового ресурса она все-таки подрастает вот это то что касается соответственно отечественных операторов если мы берем тех же иностранных операторов то там конечно когда было резкое изменение курса валют они пошли навстречу отечественным потребителям и снизили стоимость поэтому часть сетей сохранилась на этих спутников ну кто-то ушел иван вы как сотрудник маркетинга наверняка перед вами такой ставят задачу как давайте нарастим рыночную долю то не совсем так потому что как мерить рыночную долю кто-то меряет ее в количестве абонентов кто-то меряет ее в чистой вырубочке вот кто-то варпул там много различных технологий поэтому увеличить количество абонентов это достаточно легко пример спутникового телевидения триколор замечательная раздать бесплатно всем тарелки но то потом как получится поэтому передо мной стоит задача все-таки искать ниши где наша услуга будет востребована где может быть что-то мы можем доработать своих решениях и предложить как он какой-то такое новые решения для нового рынка но то что у меня у меня стоит задача все-таки не 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 стратегическое нарастить долю рынка а все-таки найти ниши в которых интересно будет работать и нам и будет интересно нашим клиентам получать от нас услугу тут с ваших слов я понял что это морские суда в частности да это морские суда геолого-разведочные по всеми стихом с геофизическими компаниями работаем давно мы начинали как оператор фиксированной спутниковой связи он соответственно был достаточно такое интересное событие когда иридиум вернулся в россию начала легально предоставлять услуги мы сразу же стали сервис провайдером то есть но мы начали переговор еще до возвращения и соответственно теперь мы вам легально предоставляем нашим клиентам услуги спутниковой связи соответственно иридиум такая же примерно такая же ситуация с инмарсат то есть он у нас наша такая вот идея создать спутниковый магазин когда можно как можно получить любое решение из одних рук и оно будет оптимальное для клиента когда он получит то что он хочет за разумные деньги что-то вроде супермаркета да пришли и любую задачу решили еще вот все таки хочется узнать о ваших клиентах потребителях как какие еще сектора направления не знаю но железнодорожный транспорт железнодорожные транспорта у нас был опыт работы с федеральной пассажирской компании мы оборудовали систему подвергнулись от два поезда это москва астрахань фирменный поезд лотус и москва берлин париж вот если москва астрахань мы были оператором связи мы предоставляли услуги связи пассажирам на основе карточной платформы то есть пассажир покупает карточку активирует и пользуется услугой доступа в интернет в случае москва берлин париж мы были системным интегратором мы построили оборудование и передали заказчику соответственно операторами были ними ну вот на этом пока примерно все быть есть еще проекты какие-то ну они так скажем оборудовать какой-то там служебный вагон штабной ну локальные задачи но на этом пока опыт сотрудничества с железными дорогами у нас заканчивается а так это соответственно как я уже говорил нефтегазовые компании энергетические компании операторы связи там где оператор связи не хватается со своей наземной инфраструктуры инфраструктуры он обращается к нам и делаем решение через спутник государственные органы сети розничной торговли ритейл тоже наши клиенты когда строится новый магазин не всегда у них есть наземный канал связи мы подключаем их через спутник соответственно когда приходит земля мы переходим в режим резервного канала связи потому что у нас везде все строится везде копается оптику могут и порвать ваша компания получается как универсальный солдат но соответственно мы приходим туда первыми и потом остаемся на на подстраховки здорово но все-таки как живется сегодня по российским провайдером спутниковой связи насколько тесно на этом рынке чувствуется конкуренция возможно ли какие-то изменения меня новых игроков принципе рынок конкурентный то есть если раньше было пять основных примерно 5-6 камень они до сих пор сохранили свое существование небольшие компании уходят с рынка постепенно потому что если раньше там компании 5 наверно с рынка ушло так или иначе либо были куплены либо соответственно были поглощены кем-то ну по пару десятков наверно можно насчитать ну да я думаю да пару десятков можно насчитать но все равно как бы ядро она сохраняется то есть 5-6 кампан на какие ощущения это возможно появление новых игроков слияние поглощение я думаю что возможно слияние поглощение дальнейшего крупе укропнения рынка новых игроков вот появится может всегда насколько они будут успешны этот вопрос я не уверен что они смогут быть успешными сейчас уже рынок очень плотно заняты и соответственно то есть успешно войти в этот рынок можно только на на демпинге на демпинге в спутниковой связи особо не заработаешь потому что спутниковый ресурс стоит денег это основные деньги которые ты тратишь но то за бесплатно тебе его никто не даст да ну мысль понятно иван а можем порассуждать на тему технологии сделать обзор и подумать вот что с точки зрения технологии для спутниковой связи актуальны сегодня может появиться ближайшее будущее ну нашей стране постепенно осваивается к диапазон то есть у нас появились с первой свои спутники с к диапазоном с технологией в тисе то есть много лучевые спутники но ты соответственно это должно придать определенным определенное ускорение к развитию потому что это большие скорости доступны и меньших габаритах оборудования это интересно это будет востребовано это то что раньше там опугивала людей что там нужно было поставить тарелку там диаметром полтора метра сейчас это уже там 70 90 сантиметров но но это уже можно там поставить на дом себе это придаст определенное но этот наше сегодня дальше мы продолжаем тему то есть как к лучи да вот фиксированная спутниковая связь к лучи но другой вектор это m2m решение то есть все таки много объектов которые представляют определенную ценность не имеет никаких каналов связи за ними нужно следить за их нужно мониторить снимать какие-то показатели ну ты это тоже можно решить то есть я думаю что мтм даже интереснее чем диапазон а что за объекты но различные нефтегазовые объекты газопроводы нефтепроводы соответственно объекты энергетики частные домохозяйства мониторинга у вас есть домик в деревне вот вы хотите приезжать в теплый дом но при помощи там умного счетчика за час включаете обогрев дома приезжайте в теплый дом то есть ну это как отлично да значит нефтегазовая электро и энергетика сельское хозяйство вы знаете сельское хозяйство в основном все-таки работает там где есть сотовая связь но то есть так или иначе на этом работа у нас есть так скажем проработки определенные выстрелит не выстрелит мы пока еще не знаем но но все-таки это для сельского хозяйства это решение с использованием gsm канал мы мы тоже занимаемся такими решениями что то есть речь идет о мониторинге угодий до состояния техники мониторинг техники в основном это мониторинг техники тескать вышли на поля или нет нет прямо едет или или зигзага здорово хорошо иван и вот сегодня для компании какие самые такие важные задачи ну важные задачи мы продолжаем продолжаем темы m2m то есть мы подошли к созданию собственных устройств то есть если раньше мы в основном работали как сервис провайдер но то сейчас мы соответственно эксклюзивно представляем модули m2m производства иридиум на российском рынке соответственно тесно общаемся с интеграторами которые создают такие устройства где-то интеграторы создают сами в инициативном порядке где-то мы просим их поработать в каком-то направлении то есть конечно мы мы не сами создаем железки как бы мы активно общаемся с интеграторами и ищем низшие такие способы применения наших услуг еще еще одна задача важна это все-таки подвижный подвижный весат он чувствует потенциал то есть опять же развитие северного морского пути вот мы можем оказывать там услугу надо донести до рынка что что это возможно то есть простой пример тот же ледокол 50 лет победы у нас работал обеспечивал связь на 80 градусе то есть в принципе для каю диапазона считал что дальше 75 градусов северной долготы жизни нет то есть не работает у нас работает на 80 градусе да там есть все-таки падение сигнала то есть ухудшение но но работает это именно ваша разработка ваша вклад здесь состоит но в принципе вклад все-таки наш вклад тоже мы оператор связи у нас работает то есть мы подобрали правильный набор оборудования правильно его настроили но правильно настроили параметры нашей сети так чтобы это получилось отлично здорово иван но может быть лирический вопрос на хан тем не менее в чем черпать и вдохновение в вашей работе скорее такого более личного плана что 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 вы знаете как я работаю это все-таки ремесло маркетолог это ремесло то есть мне за это платить деньги но это вдохновение этом если мне нужно что-то создать такое требующее вдохновение я слушаю музыку отключаясь от внешнего мира и слушаю музыку а то ли творчество высоко в вашей работе вот вы говорите ремесло и создать узнать то ли творчество ну я не могу сказать то есть оценить это в талях то есть 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 задачи и нужно решить для какой-то задачи достаточно что-то посчитать правильно и корректно а для какой-то чтобы задачи нужно что-то придумать ну то есть допустим создание новые услуги нового продукта это симбиоз посчитать правильно и что-то что-то придумать что-то сотворить В процентном отношении я бы не стал это делить. Маркетинг – это совокупность усилий, направленных на увеличение объема продаж. Это именно совокупность. Одного без другого не бывает. Иван, спасибо огромное, что нашли время, пришли к нам в студию, поделились столь интересной и важной информацией. От всей души желаю вам развития и как вам лично, и так и компании. Спасибо. Мне очень приятно напомнить, что сегодня у нас в гостях был менеджер по маркетингу компании Stag.com Иван Ершов. Всего доброго, до свидания.